В июне того года он гостил у нас в имении. Всегда считался у нас своим человеком. Покойный отец его был другом и соседом моего отца. 15 июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром 16 привезли из почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом и сказал, ну, друзья мои, война. В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война. На Петров день к нам съехалось много народу, были именины отца. И за обедом он был объявлен моим женихом. Но 19 июля Германия объявила Россией войну. В сентябре он приехал к нам всего на сутки проститься перед отъездом на фронт. Все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны. И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали по обыкновению самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал, удивительно ранняя и холодная осень. Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком. В саду на черном небе ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу. Мама в очках старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек. Мы знали, какой. И это было трогательно и жутко. Отец спросил, так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака? Да, если позволите утром, ответил он. Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому. Отец легонько вздохнул. Ну, как хочешь, душа моя, только в этом случае нам с мамой пора спать. Мы непременно хотим проводить тебя завтра. Мама встала и перекрестила своего будущего сына. Он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одним, мы еще немного побыли в столовой. Я вздумала раскладывать пасьянс. Он молча ходил из угла в угол, потом спросил, хочешь, пройдемся немного? На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась. Хорошо? Хорошо. Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать. С милой усмешкой вспомнил стихи Фета. Какая холодная осень, надень свою шаль и капот. Капота нет, сказала я. А как дальше? Не помню, кажется так. Смотри, меж чернеющих сосен, как будто пожар восстает. Какой пожар? Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах. Надень свою шаль и капот. Времена наших дедушек и бабушек. Ах, боже мой, боже мой. Что ты? Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень-очень люблю тебя. Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально-блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому. Посмотри, как совсем особенно по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер. Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо. — Как блестят глаза, — сказал он. — Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. — Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня? Я подумала, а вдруг правда убьют? И неужели я все-таки забуду его в какой-то короткий срок? Ведь все в конце концов забывается. И поспешно ответила, испугавшись своей мысли. — Не говори так, я не переживу твоей смерти. Он, помолчав, медленно выговорил. — Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете. Потом приходи ко мне. Я горько заплакала. Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером. В нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед. И мы перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том отупении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку. Чувствую только удивительную несовместимость между нами и окружавшим нас радостным, солнечным, сверкающим изморосью на траве утром. Постояв, вошли в упустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой, и зарыдать ли мне, или запеть во весь голос. Убили его. Какое странное слово. Через месяц. В Галиции. И вот прошло с тех пор целых тридцать лет. И многое-многое пережито было за эти годы, кажущееся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной восемнадцатого года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смоленском рынке, которая издевалась надо мной. Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства. Я тоже занималась торговлей. Продавала, как многие продавали тогда, солдатам в попахах и расстегнутых шинелях, кое-что из оставшегося у меня. То какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молью. И вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет семнадцати, тоже пробиравшимся к добровольцам. Чуть не две недели. Я бабой в лаптях, он в истертом казачьем зипуне с отпущенной черной, с проседью бородой. И пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой в ураган отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути в море муж мой умер в Тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое. Племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребенок семи месяцев. Но и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с ней. Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца. Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне. Служила в шоколадном магазине возле Мадлен, холеными ручками с серебряными ноготками завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками. А я жила и все еще живу в Ницце, чем Бог пошлет. Была я в Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом году и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня. Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не переживу ее. Но вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя, «Да, а что же все-таки было в моей жизни?» И отвечаю себе, «Только тот холодный осенний вечер». «Уже ли он был когда-то?» все-таки был. И это все, что было в моей жизни. Остальное — ненужный сон. И я верю, горячо верю. Где-то там он ждет меня с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне. Я пожила, порадовалась. Теперь уже скоро приду.